Всем привет! Для качественной работы нужна хорошая подготовка. Вначале мы ровняем стены гидроизоляционной штукатуркой, после чего устанавливаем маяки на плиточный клей. Для общего уровня в одной плоскости применяем лазерный построитель. Маяки промазываем по всей длине, чтобы в дальнейшем не было провалов. Для лучшего сцепления проходим усиленным клеем, гребенкой 4 мм, на сдир. Раствор состоит из ЦПС, так как слой около 1 см, мы добавляем усиленный клей с расчета 3 части ЦПС и 1 часть клея. А чтоб раствор не проседал, добавляем пластификатор для бетона. Такой раствор практически не садится, и получается идеальная плоскость с очень хорошей крепостью. На следующий день мы снимаем маяки. И сочетаем лишние наплывы. В местах, где были маяки, штукатурим клеем. Далее приступаем к установке трапа. Тщательно грунтуем и заливаем также на гидроизоляционный раствор. Тщательно грунтуем и заливаем также на гидроизоляционный раствор. Уровень трапа устанавливаем также на лазерный построитель. После чего устанавливаем маяки уклоном в 1 см. Как вы уже заметили, трап находится ниже общего уровня. То есть здесь не будет бордюра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После полного высыхания маяки удаляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штукатурку Штроп производим также гидроизоляционным раствором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь нам надо сделать небольшую нишу для будущей полочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это у нас не несущая стена это просто перегородка что позволяет нам сделать эту полочку а все тщательно грунтуем ставим маяки и штукатурим после полного высыхания майки удаляем после всех подготовительных работ обязательно проходим пылесосом после чего приступаем к работе в душевой кабинке и Субтитры создавал DimaTorzok Произведем монтаж пароизоляционной лентой Для монтажа пароизоляционной ленты мы применили специальный клей, что идет в наборе с трапом Субтитры создавал DimaTorzok Ну и после всех подготовительных работ наносим гидроизоляцию в первый слой Спустя 2-3 часа можно наносить второй слой Субтитры создавал DimaTorzok После подготовительных работ займемся разметкой душевой двери Итак, берем толщину стекла и расстояние между стеклами Получаем нужный нам размер И переносим на пол душевой кабинки Вначале кладем плитку без клея Чтобы понять, как лучше и не ошибиться в расчетах Разложив плитку, нам надо разрезать ее в начале душевого поддона Для этого мы применяем малярную ленту Чертим линию по заранее отмеченной линии Начало душевого поддона Такая разметка дает нам с точностью Отрезать линию нужного нам размера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После подготовки Чертим линию Чтобы не запутаться в размерах при укладке Разрезанную сторону полируем После чего убираем всю плитку И приступаем к ее укладке Укладку производим на гребенку 10 мм Плитку и фриз промазываем Так как с обратной стороны плитки Присутствует структура Глубиной 1,5 мм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Хочу подчеркнуть небольшое замечание Пользуясь СВП Мы не выравниваем плитку А фиксируем ее И удаляем их после полного высыхания Гребенку обязательно промываем Иначе нальпание клея на гребенку Могут изменить толщину клея Что для нас неприемлемо В обязательном порядке Корректируем и проверяем плоскость Продолжаем укладку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В качестве шаблона Мы применили картон После чего размер переносим на плитку Производим разрез И продолжаем укладку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для точной укладки применяем крестики В полтора миллиметра На перекрестие плитки с фризом Таким образом у нас все пойдет так как положено Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А кому интересен этот инструмент, заходим на канал Владимир Кондратьев, ссылка будет в описании, а ссылка на этот инструмент вы найдете на его канале. Инструмент нам понравился. Режет легко и без напряги. Субтитры создавал DimaTorzok В наборе идут вот такие щипцы Небольшое усилие и все готово Плитку порезали четко по размеру Края плитки обработали алмазным надфилем После окончания работы собираем инструмент Пенопласт, что был при транспортировке плитки, я применил как шаблон Для точной разметки применил малярную ленту Переносим наш шаблон на плитку И чертим наши разметки Для сверления отверстий Я применю алмазную коронку С наполнением специального воска для охлаждения Приступим к сверлению Сверлит неплохо Попробуем простой алмазной коронкой Что охлаждается водой Разницы я не увидел Но по количеству отверстий, кто из них лидирует, покажет время Для распила я применяю алмазный диск толщиной 1,2 миллиметра И черепашку, сухорез Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Для сверления отверстий я применил кондуктор И алмазную коронку Субтитры создавал DimaTorzok Для хорошего охлаждения Я применил губку Промочив ее водой Таким образом У нас получается обильное смачивание водой В дальнейшем повторю то же самое И с другими отверстиями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После распила корректируем алмазные коронки Ну что, теперь предстоит Самый тяжелый и ответственный момент При предварительном замере Плитку пришлось подкорректировать Прямо на месте Субтитры создавал DimaTorzok После нанесения клея Кладем плитку Вроде все получилось Субтитры создавал DimaTorzok Данное время Работаем с испанской плиткой Крупного формата Керамогранит Керамогранит Метр двадцать на шестьдесят Укладываем на белый клей Гребенкой десять на десять Так как плитка большого формата Клей мы подобрали мелкозернистый С высокой адгезией Для хорошей усадки С высоким качеством Субтитры создавал DimaTorzok Впереди у нас подоконник и чтоб обойти его плиткой мы применили игольчатое лекало. Пробиваем лазером по факту чтоб не было ошибок и вырезаем. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После чего полируем. Затем снимаем фаску. Субтитры сделал DimaTorzok И подрабатываем черепашкой на 50. Далее корректируем 200. Две наших заготовки кладем на ровный пол. Проверяем, все ли у нас хорошо. Делаем разметку для полочки на второй плитке. Обрезали плитку по высоте и пропилили вторую полочку. Также сняли фаску и подогнали размеры. Теперь все это нам надо перенести на стенку душевой кабинки. Но перед этим между плиткой и стеной мы пройдем герметиком для склеивания стекол максимальной прочности. Как он держит, я показывал в инстаграме. Ссылка также будет под описанием. Ну и далее приступаем к укладке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Для начала снимаем нужный нам размер, после чего режем по размеру. Размер плитки составляет 1,20 на 1,20. Размер 2η плитки делаем по факту. И так же режем Теперь отмеряем по высоте И производим распил на станке Установили рамку для стеклянной двери Вот так все выглядит Далее приступаем к распилке После чего кладем плитку Для укладки применяем белый клей Ребенкой в 10 мм Субтитры сделал DimaTorzok Все, закончили укладку душевой кабинки Осталось доложить здесь И сформировать угол Режем заготовки Снимаем фаску Субтитры сделал DimaTorzok Далее произведем укладку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После окончания всех работ Приступаем к затирке Тщательно втирая Субтитры сделал DimaTorzok Швы на фрезе Закрываем малярной лентой Так как затирка там Будет другого цвета Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Затирку мешаем не водой, а латексом Что улучшает качество шва Как вы видите, данная затирка Вода отталкивающая Плюс латекс вместо воды В результате получается высокое качество шва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока, спасибо за внимание